Когда люди слышат про кандиду, они представляют себе молочницу. Но на самом деле кандида это грибок, их больше 140 видов. И проявляться оно может совершенно по-разному. Это та же самая молочница, или, например, это могут быть высыпания на головке полового члена, или это могут быть, например, стоматиты в полость рта. Все это кандида. Как понять, что у вас кандидоз, как понять причины кандидоза, и как понять, что с этим теперь делать, мы об этом, обо всем поговорим в этом видео. Кандида это условно-патогенная флора. И ключевое слово здесь условно. То есть должны быть созданы условия для того, чтобы она стала патогенной. Мало кто знает, но кандида должна быть у нас, и она приносит нам немало пользы. Но только до тех пор, пока ее сдерживает иммунитет. То есть условно можно представить эту ситуацию как. У нас есть хорошая флора, дружественная нам, или норма флора так называемая, ее где-то 10%. У нас есть патогенная флора. Это то, чего ни в коем случае не должно быть в нашем организме. Ее тоже где-то 10%. И 80% у нас условно-патогенной флоры, которая нужна нашему организму, но только в определенных количествах. И эти количества как раз определяет иммунитет, наша дружественная флора. И пока она здоровая, пока ее нормальное количество, она будет все вот это держать под контролем. Но как только она приседает, то, что мы лекарственных препаратов много принимаем, то, что мы постоянно стрессуем, много, в общем, факторов, по которым приседает наша дружественная флора. Патогенная начинает расти, и тогда условно-патогенная становится патогенной. Кандида – это условно-патогенный житель нашего микробиома. Следовательно, она разрастается только тогда, и это причина для абсолютно всех кандидозов, когда снижен иммунитет. И если за последние несколько лет вы хоть раз принимали антибиотики, которые так любят нам выписывать врачи при каждом чихе, либо мы сами себе их назначаем, что еще более непонятно для меня, то я вас поздравляю, вы как раз прибили свой хороший микробиом и дали возможность условно-патогенной флоре разрастаться. Как работает абсолютно любой антибиотик? Он заходит в организм и как огнем выжигает все. Полезное, неполезное, нужное, ненужное. Дело все в том, что у патогенной флоры, у той же кандида, например, у них есть механизм защиты, так называемые биопленки. И вот когда условно-патогенная флора, она прячется в эту биопленку, у нее получается как конгломерат такой. Очень умный механизм защиты у нее, и вообще, в принципе, очень умная конструкция такая получается. Когда заходит антибиотик, погибает всегда только периферийная флора. Но погибая, она, во-первых, получает резистентность, а во-вторых, она отправляет сигнал центру, что в организме опасность. И центр говорит притихнуть. Вы думаете, что антибиотики вам помогли, и вы избавились от кандиды. Но потом небольшой триггер. Простыли, понервничали, что-то не то съели, и вот опять у вас рецидив. Это говорит о том, что вы не победили бактерию, вы только прибили еще свой иммунитет. Повторное введение этих же антибиотиков вполне возможно, что уже вообще не окажут никакого эффекта. Какие варианты есть победить кандиду навсегда? Ну, во-первых, прекратить с ней бороться. Потому что, опять же, это условно-патогенный житель нашего микробиома, и до поры до времени она поддерживает наше состояние здоровья. Кандида, когда начинает разрастаться, она питается сахарами и дрожжами. Надо убрать из рациона все сладкие продукты, скрытые сахара, и все продукты, которые вызывают брожение. Это не обязательно должны быть там дрожжи в чистом виде, да? Это, например, те же фрукты, которые ваш организм не усваивает в силу того, что уже поломан, например, углеводный обмен, и они начинают бродить в кишечнике. Кандида очень любит минералы, и поэтому те девочки, которые, например, пытаются себе поднять железо, препаратами железа, они сталкиваются, как правило, с обострениями кандидоза. Железо попили, оно туда, куда надо, не дошло и не попало, но зато покормили кандиду. И самое важное, это антикандидный протокол питания. Его вам должен обязательно назначить специалист, отталкиваясь от вашего текущего состояния здоровья и сопутствующих, возможно, патологий. Для того, чтобы кандида не разрасталась, нам нужен хороший иммунитет, здоровый желудочно-кишечный тракт. Наши иммунные клетки, они не вырастают из воздуха, они вырастают из того сырья, которым обеспечивает организм как раз желудочно-кишечный тракт. И поэтому нам важно убедиться, чтобы у нас работали углеводный, жировой и белковый обмен. Жиры, белки и углеводы – это строительный материал для тех же иммунных клеток, например. Как понять, что углеводный, жировой и белковый обмен работают? Углеводы у нас усваиваются преимущественно во рту. Для этого нам надо очень хорошо жевать. Жевать до тех пор, пока будет нечего глотать. Нам обязательно надо делать перерывы между приемами пищи. Высокий инсулин не даст нам привести в порядок углеводный обмен. Нам обязательно надо убедиться в кислотности желудочного сока в оптимальной, адекватной выработке соляной кислоты. Это обеспечивает нам хороший белковый обмен. Белки усваиваются благодаря кислотности желудка. Нам обязательно надо привести в порядок жировой обмен. А это что? Это желчный, это работа нашего желчного. И вот когда все эти вещи мы привели в порядок, вот тогда мы можем оговорить о том, что мы поддерживаем иммунитет. Благодаря тому же антикандидному протоколу мы тогда достигнем гораздо больших результатов, чем, например, от антибиотиков. Но, конечно, если ситуация с кандидозом уже запущенная, то антикандидный протокол не избавит вас полностью от пагубных воздействий кандиды. И тогда, конечно, нужно подключать дополнительно схему приема БАДов, которые усилят действие антикандидного протокола и, в принципе, вашего образа жизни. Параллельно к этому, конечно, можно еще поддержать иммунитет. И тут надо знать, что есть, например, у нас иммуностимуляторы, которые стимулируют иммунитет в каком бы состоянии он ни был. Например, это эхиноцея. С одной стороны, это чревато, потому что настимулировать можно себе что-то еще. Именно поэтому эхиноцею не пьют больше, чем неделю, например. А есть иммуномодуляторы, такие как, например, витамин С, как цинк. И вот их надо принимать практически на постоянной основе, если, например, с вашим иммунитетом уже случилось проседание. Как снять симптомы вагинального кандидоза? Свечи с кокосовым маслом, в которые можно добавить либо, например, пару капель масла орегано, либо масла чайного дерева. В этом составе надо промокнуть тампон и вставить его. Но я хочу, чтобы вы понимали, что это не лечит кандидоз. Это просто снимает симптоматику. Кокосовое масло содержит каприловую и лауриновую кислоты. Каприловая кислота содержится у нас только в кокосе и в молоке матери. Если, например, это ротовая полость, это стоматиты, язвочки, периодически появляющиеся, никакому лечению не поддающиеся, тогда кокосовым маслом полоскаем рот минут 10-15 прямо гоняем, гоняем, гоняем его там и выплевываем обязательно в ведро, не в канализацию. И так делаем каждое утро до завтрака. То есть, если мы комплексно подходим к этому состоянию, вот тогда мы добиваемся действительно значительных результатов. Например, вы берете даже хорошую антикандидную схему. Если ничего не поменять в жизни, кроме того, что вы теперь пьете эту схему и продолжать есть сахара, вы будете кормить кандиду. Продолжать вести непонятно какой образ жизни, не работать над состоянием своего желудочно-кишечного тракта, то навряд ли даже самая хорошая схема даст вам ощутимый и стабильный результат. И не надо тогда говорить, что схема плохая. Не надо думать, что а почему вот ей помогло, а мне не помогло. Мы индивидуальны настолько, что у нас есть жировой, белковый и углеводный обмен. И у пяти человек будут они работать по-разному. Кандиды 140 видов. На самом деле, патогенных, вот тех, которые действительно очень вредны нашему организму, всего две. Как только у вас появились первые симптомы кандидоза, обращайте внимание на то, как работает ваш организм. Потому что это говорит о том, что организму уже крайне тяжело. Что он уже пропускает грибковый рост и дает ему разрастаться. Напишите мне в комментариях, как часто вы замечаете у себя, например, проявление кандидоза или, в принципе, что беспокоит вас по этой теме. В описании к этому видео вы найдете ссылку на бот. И там вас будет ждать очень полезная и важная информация, которая пригодится, в принципе, любому человеку. Для того, чтобы быть здоровым, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья и Ресурс.